Давай это, по теме ЖКХ. Давай, давай, я готов. Задавай вопрос. Чё, вот смотри, какая у меня ситуация, в двух словах, да? Давай. Значит, в октябре прошлого года они подавали этот судебный приказ, я его отменил успешно. Они там использовали там СНИЛС, ННН, паспортные данные, и не только меня, но и моего отца, умершего. Короче, у них все эти персональные данные есть, они их, я считаю, незаконно использовали. Ну, короче, я отменил этот приказ. Потом была тяжба по велосипеду, там административка в этом Новоуральске. И тут же они после этого стартовали, подали иск в этот туда же, в мировой так называемый суд. И этот иск почему-то приняли к рассмотрению и включили упрощенный режим рассмотрения. При этом у меня, подожди, при этом у меня с управляющей компанией нет договора, и в этот раз они персональные данные не указали. Говорят, там какие-то изменения в ГПК были внесены, что теперь они могут подавать, до 31 декабря 2020 года, они могут подавать иск без указания персональных данных. Что, в принципе, они сделали. Минутку, они тебе прислали иск? Это судебное требование, они тебе обязаны, лично тебе обязаны прислать. Ну, судя... Вот... Не судья, а компания. Да, ясно, ясно. До 3 или 4 января я вообще не знал, что они там что-то стартовали. Я зашел на сайт мирового суда и сам увидел, что там это какое-то дело открыто. То есть, что они подали иск. То есть, мне не было... Ну, Антон... Подожди. Мне не было ни извещений, ни писем, вообще ничего не было. Ни уведомлений. А из материалов дела, вот я когда вчера ознакомился, там видно, что они, этот, управляющая компания отправила иск. Ну, на почте мне не... Где ты знакомился с материалами дела? В этом, в мировом суде, так называем. Вот смотри, по новым требованиям ГПК, управляющая компания обязана тебе, лично тебе прислать досудебное требование. Если они его не присылали, суд не имеет права принимать от них ничего. У них должно быть уведомление о том, что они тебе его послали, о том, что ты его получил и расписался. Нету такого. В материалов дела такое отсутствие. Ну, значит, а что, суд принял этот иск? Да, да, да. И назначил, ну, смотри, то есть тебя интересует выход какой, так я понимаю. Тебе сейчас, поскольку ты ознакомился с материалами уголовного дела, ты понял, что там ни одного... Подожди, подожди, какие уголовные дела, ты что? Ой, этого, иска, иска по ЖКХ, запутался я. Ты ознакомился с материалами, ты понял, что ни одного документа там нету. То есть в ГПК, по-моему, 67-я статья сказано, что суд должен принимать документы. То есть документов там нету. На этом основании пишешь заявление о возбуждении уголовного дела против судьи, прокуратуру, следственный комитет, ФСБ, куда угодно, чем больше, тем лучше. Снимаешь копию с этих твоих заявлений и отдаешь в канцелярию судье под роспись, либо по посте с уведомлением. И ждешь результата. Обычно это работает на 100%. У меня по ЖКХ уже судов нету года 2,5, либо 3. То есть никто на меня ничего не подает, потому что я пишу вот таким образом. А у тебя образцы есть? Какие уголовные статьи-то вообще? Да, на старом канале, который мы сейчас с тобой восстановили. Там есть образцы, все там есть. А ты мне отдельно потом можешь прислать найти? Ну найду, конечно, пришлю. То есть в контактах тоже восстановился, я так понимаю. У меня сайт в контактах старый был восстановлен или нет? Не знаю. Хорошо, я поищу, я с тобой свяжусь. Потом смотри, еще я хотел бы для всех сказать. На основании ГПК статьи 116, если вы получили повестку и расписались с ней, вы на автомате себя признали недееспособным. То есть после этого заявлять себя живым человеком, гражданином человеком, ну бесполезно. А что нужно делать? Вообще не подписывать? Да, не подписывать, не получать вообще ничего. А если на почту пришло, не получать? Ну, конечно, не получай. Если ты получил по почте, а там же обычно в открытом виде, то есть повестка, если она в конверте, то надо отсылать срочно в течение трех дней конверт назад. А если повестка в открытом виде, то это уже бесполезно. Ты подписался под тем, что ты недееспособный. Открой 116 статью ГПК, там все прописано. Так, сейчас подожди, подожди. Сейчас я тоже возьму, чтобы я так сказать, чтобы я тоже не спутался. Да, вручение судебной повестки. Пункт 2. Если гражданин вызывается в суд, а признание его недееспособным. То есть подписался, значит, ты признал себя недееспособным. Так, в случае, если лицо доставляющее судебное не застает, так оно, если гражданин... Да, вызывается в суд о признании его недееспособным или ограниченно дееспособным. На судебной повестке делается отметка о необходимости вручения такой повестки адресату лично. То есть тебе вручили лично, ты расписался, значит, ты признал себя недееспособным. После этого что-то заявлять, объявлять, но бесполезно. Поэтому, если это в конверте запечатанное, ты получил отсылай назад. А если это не в конверте, лучше не посылать, не получать. Посмотрел, отказался от получения и вся проблема. Это точно такой смысл сюда вшит. Я так понимаю, что если суд рассматривает именно о признании дееспособным недееспособным, тогда вручается лично. Но у нас же не предметы... Совершенно верно. Ты же дочитывай до конца. Повестка адресату вручается лично. То есть лично тебе признали. А в статье написано, что тебя признать недееспособным. То есть ты на автомате себя признаешь недееспособным. Вот и все. То есть, ну, законы РФ, они как бы зашифрованы, написаны очень хитро. И, так сказать, ну, надо понимать то, о чем там сказано. Ну, а мне кажется, тут другой смысл зашит. Что если именно в суд ведутся разбирательства о признании недееспособности, тогда лично вручить. Вот как у меня был в психушке этот суд. Вот именно о признании дееспособности. Точнее, у меня не было такого суда. Они пропустили такой суд. А вот если бы он состоялся, то есть это первичное признание. То есть, прежде чем сдать психушку, прежде чем назначить лечение, они должны были провести еще одно заседание перед этим. О признании дееспособный и недееспособный. Мне кажется, это именно вот к этому случаю. Я понял. Я понял то, о чем ты говоришь. Но вот данную статью мне посоветовал, вернее, подсказал юрист Краснодарского края. То есть, не я ее лично, так сказать, начал применять. Она мне сама позвонила. Сама зачитала статью и сказала, что она вот работает так. Если ты подписался, ты на автомате себя признал недееспособным. То есть, я как бы за что купил, за то и продаю. Но я вот очень давно не получаю ни одной повестки. Ко мне тут были попытки, там повестки 3 или 4 с мирового суда присылали ко мне. И тишина полная. То есть, меня не трогают, ну, давно, очень давно уже. А если это, допустим, в ходе заседания, то есть, ты пришел сам, и заседание откладывается, и они тут в конце заседания первого пытаются вручить повестку, тоже не надо подписывать? Ну, конечно, конечно. Я считаю, что вот смотри, я еще тебе, так сказать, ну, ты в курсе эти темы, что на основании 7 статьи Конституции, Рафе, с тобой взаимодействовать могут только государственные органы. То есть, да, открываешь 7 статью Конституции, там прописано, что с тобой взаимодействовать могут только государственные органы. А у тебя что получается? С тобой кто взаимодействует? С тобой взаимодействуют юридические лица. Да я бы даже сказал, какие-то ряжены. Так, минутку, не 7 статья, а 11. Государственную власть субъектов РФ осуществляет образуемые ими государства. То есть, я попутал, не 7 статья, а 11 статья. Открыл. То есть, вот, с тобой взаимодействуют юридические лица. А ты же понимаешь, что юридические лица – это неконституционные субъекты права. То есть, у них полномочий нету в принципе вообще никаких. Полномочия, согласно статье 161 ГПК, можешь им только дать ты, гражданин, заключив с ними договор. Поэтому они пользуются всеми вот этими замороченными законами и творят, что хотят. А у них цель одна – заработать бабки на тебе. То есть, юридическое лицо у него какая цель? Заработать деньги. Других принципов у него нету. Поэтому они зарабатывают на тебе деньги. Ну, я так понял, они не только за счет вот этих якобы мнимых долгов зарабатывают, то есть, выбивают вот эти долги через суд, но еще и создают параллельно вот эти ценные бумаги в виде дел, там, расписок, повесток и т.д. Они это, получается, скорее всего, как вексели, потом куда-то это. Совершенно верно. Это простой вексель называется. Они этим пользуются всем. Народ у нас, ну, сам понимаешь, он настолько низко опущен, что он даже мозги включать не будет, не может. Вот, ну, тут длинная история. Я вчера в пятерочке был. Первая заведующая, которая поинтересовалась 316-м постановлением, пунктом 4, который запрещает одевать маски в магазинах. Вот, я 5 лет хожу везде. Вот, первая заведующая в пятерочке этим делом поинтересовалась. Мне пришлось ей селить все документы и идти с ней на беседу. Еще раз назови. 300. 316-я, пункт 4. Это что такое? Что за документы? Это постановление правительства. Ой, или нет, или вру, это указ Путина. Короче, набирай. 316-я ПП, указ Путина. Там пункт 4, по-моему, четко, ясно прописано, что аптеки, магазины продовольственные, одевать маски запрещено. У меня ролик есть на эту тему на новом моем канале. Там ссылки есть, все там есть. Так, меры, принимаемые в соответствии с пунктом 1 настоящего указа, не распространяются на следующей организации. Пункт 4, да, да, да. И читай там, магазины. Непрерывно действующая организация, организация, имеющая оборудование, предназначенная для непрерывного технологического процесса, медицинские и аптечные организации, даже на медиков не распространяется. Да, да, да. Организация, обеспечивающая население продуктами питания и товарами первой необходимости. Да, да, Антон, абсолютно верно. Это очень ценная штука, про него мало кто знает. Вернее, может быть и знает, но не пользуется ими. А в случае чего вызвал ментов, показал им эту штуку, и КАП 14.8, пункт 5, до 500 тысяч. Как бабахнул им, у меня на рынке такое было. Как влепили ему 500 рябчиков, про меня забыли все на свете. А про маски? Я про маски. То есть он раньше выбегал, там идешь в рынок, проходишь мимо их конторы, там директор, молодой мужик лет 40. Он выбегал, кричал, одевай маску. Один раз меня вытолкал даже с рынка. Но я вызвал ментов и написал на него заяву. И, ну, больше меня никто не трогает. А заяву какую? Уголовная статья? По 14.8, пункт 5, и уголовная статья самоуправства. То есть нарушен конституционный закон, статья 55, пункт, по-моему, 3. Только конституционный закон может ограничить мои слова. Конституция, вернее, нарушена. Ну вот. 55 статья. Ну вот, а ты все жалуешься на свой возраст. Так у тебя еще есть порох-то в пороховнице? Ну, Антон, у меня здоровье было очень плохо со здоровьем. Полтора года это вообще пипец, я умирал. Сейчас более-менее, то есть... Ну, опять же, мне помогли по интернету ребята, которые занимаются народной медициной. Подсказали, что надо делать вот так и так. Стал делать, стал восстанавливаться потихоньку. Еще, конечно, далеко не восстановился, но более-менее... Более-менее... Дай бог тебе здоровья, Игорь. Ну, стараемся. То есть, ну вот такие... То есть, советую всем, ко врачам вообще не обращайтесь. Только с народной медициной можете ко мне обращаться. Почему? Почему? С заявлениями, со штрафами можно обращаться. Ну, это одно, с заявлениями со штрафами. Смотри, ну, еще в пункте, под пункте Е сказано, что организации, представляющие финансовые услуги, в частности, неотложных функций, в первую очередь услуги по расчетам и платежам. То есть, это относится к банкам, РКЦ. Банкам, да. Да, 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 да. То есть, вообще все, в принципе, все магазины, все аптеки, все банки, они вообще прав не имеют. Даже предлагать тебе маски, а ты же сам понимаешь, что маска там ни сертификата, ничего там нету. Так не то, что сертификат, а они берут эти какие-то салфетки обыкновенные, туалетную бумагу какую-то, пропитывают ее этими антисептиками, в которых содержатся токсины ПГМГ, АДБАХ, которые вызывают мутации, разрушают костные ткани и т.д. и т.п. и вызывают отек легких. Совершенно верно. Потом они обязаны тебе предоставлять средства индивидуальной защиты, в которые входят противогаз, респиратор. То есть, это все стоимостью от 300 рублей и выше. То есть, если они будут давать эти предметы, магазин тупо разорится, вот и все. Маска не входит в СИЗ, средства индивидуальной защиты. Маска СИЗ. Это у меня есть ролик, этот разгвардейство, разъясняйте это все. Все видели, наверное. Так что, ну, ну, кто-то видел, кто-то не видел. Людям надо разъяснять, потому что очень многие просто, ну, не понимают, о чем идет речь, не хотят понять. Ясно. Давай ближе это к теме ЖКХ. Что еще можешь посоветовать? Давай. Давай. Ну, я же тебе посоветовал, что выход один – писать уголовное дело на судью, снимать копию и копию вручать судье. Они, ну, боятся, не боятся, по крайней мере, они, как бы, начинают задумываться, а стоит ли вообще связываться с этим человеком. То есть у меня множество процессов. Я же очень много процессов. У меня по ЖКХ было, ну, судов 10. Я выиграл только первые, остальные все проиграл. Но они все умерли в суде. То есть судья вынес решение, но никуда его не посылал. Ни к приставам, вообще никуда. То есть они в суде там и померли. А три года уже прошло, срок давности? Ну, по первым, наверное, прошло, по последним скоро пройдет. А это, ну, смотри, это все ясно. У меня цель была, я хотел устроить очередной видеоурок. То есть у меня была цель именно вживую с ними пообщаться. Они взяли, видишь, вынесли решение, типа определение. В упрощенном режиме все сделать. Ну, упрощенка, она как-то отменяется. То есть надо открыть гражданско-процессуальный кодекс. Там прописано, как это все отменяется. Я же тоже всего не помню. Я помню, что там есть процесс, как отменяются все процессы, которые велись без тебя. Отменяются все, любой процесс. Хоть упрощенка, хоть приказ, хоть что. Все это надо открыть гражданско-процессуальный кодекс, либо посоветоваться с умным правоведом, который это знает, как это делается. Я это просто уже не помню. Да и не то, что не помню, не знаю, потому что у меня такой ситуации не было. Добро. Я тогда обращусь к нашим зрителям, если вы знаете, как... В принципе, у меня вот сколько? Девять дней осталось на то, чтобы это все отменить. Да, да. Просьба ко всем, если у вас есть образцы, как это все отменяется, и как упрощенку перевести на обычный режим, чтобы можно было живо и пообщаться в черной мантии. Я тебе советую гражданско-процессуальный кодекс. Купи в книжном варианте и читай его там. Я пользуюсь только книгами, ну иногда интернетом пользуюсь. У меня, в принципе, все кодексы есть, но как-то привык по, наверное, по возрасту я привык читать в книге. Читаешь, подчеркиваешь, закладочки, все ясно, все понятно. Ясно. Что ты еще можешь посоветовать? Да нет, Антон, в принципе, ну все, что по ЖКХ есть на Старом канале, то есть я как бы там ЖКХ разложил все от АА до Я. Ну, в принципе, можешь сейчас уже всем сказать, наверное, все увидят, что доступ к Старому каналу у тебя восстановлен. Да, доступ к Старому каналу восстановлен. Еще что я хотел бы добавить. Согласно ЖКХ, по-моему, статьи 4, за ЖКХ обязан платить собственник жилья. Там так и написано, собственник жилья. Ты собственником жилья не являешься, ты являешься правообладателем. Это абсолютно разные понятия. Ну да, свидетельство-то на право собственности. Ну, так а этим тоже никто не пользуется почему-то. Почему? То есть вот я тебе... Народ это советовал, тоже разъяснили. Ну вот я тебе даю еще одну подсказку. То есть, а какое отношение к оплате жилья имеешь ты? Это помимо того, что 97-е постановление Силанова. Я недавно публиковал, по-моему, вчера или позавчера ролик с показом статей. Там прямо выписано, что газ, вода, свет, все оплачено. 97-е постановление. У меня прокуратура, кстати, наша местная, видно по ошибке с дуру, признала, что постановление работает. Тоже ролик есть такой. То есть, ну как бы, надо все вот это в кучу собирать и вперед. Вот, стараюсь, стараюсь. Так, ну, наверное, это, ролик будем заканчивать, да? Потому что, чтобы не отнимать время. И, наверное, озвучим, что в скором времени у тебя на старом канале, ну и, скорее всего, на новом, прикрутим сервис, так называемый, это, спонсорство, чтобы каждый мог тебе, как говорится, помочь. Не просто единичными, ну, скажем так, в единичном случае, но и ежемесячно, то есть, перечислять тебе какую-то денежку. Да, Антон, ну, я понял тебя, ну, огромное тебе спасибо, конечно. Ну, в интернете ты умница. У меня просто слов нету. Считай, полгода я сидел без канала, вот, восстановили, огромное тебе спасибо. Благодарю. Человеческое. Давай, 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 удачи. Все, запись останавливаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры подогнал «Симон»